Объявив суверенитет, они все тогда вышли из состава РСФСР, а затем, подписав федеративный договор, вошли в состав Российской Федерации. Да, именно это это и значит. А Чечня вышла из состава РСФСР и не вошла ни в состав РСФСР больше, точнее в состав России, ни в состав СССР больше не входил. Я был как бы лучшего мнения о его компетентности, но я ошибся. То, что он мог бы просто загуглить, стоило просто загуглить информацию. И я здесь признаю, я ошибся. Здесь нужно не гуглить, там нужно конкретно сесть и изучать. То, что Милов не собирался даже вникать в истину, а продолжает давить свою линию, скажи пару слов. Слушайте, по поводу Милова, я, конечно, удивлен его реакцией. Я ожидал, что он, ну, либо скажет, да, действительно, я в каких-то вопросах, может, ошибся, или сказал бы, что я, ну, не до конца разъяснил, я не это имел в виду. Или, в крайнем случае, не согласился бы с нами, ответил тем, что вы не правы, на самом деле было иначе, вы неправильно понимаете, или неправильно интерпретируете. То есть, как бы в какой-то диалог бы вступил, да, но я не ожидал, что он, конечно, ударится в откровенное хамство. Милов опубликовал у себя в Фейсбуке вот такой вот пост, сорян, я не видел ничего тупее видео ответа Тумсов Драхманова, но откровенное, в общем, такое хамство, плюс комментарии, которые он пишет, отвечая там одной из своих комментаторов, что он говорит, типа, я фанат Шамиля Басаева, что типа с ним разговаривать. Ну, начнем с того, что я вообще не фанат никого, ни Шамиля Басаева и никого в этом мире вообще не фанатею, но даже если бы я был фанатом Гитлера, или этого маньяка из Воронежской области, какое это имеет отношение к историческим событиям? Это что, разве так это работает, типа, человек мне неприятен, несимпатичен, значит, он неправ, но не так же? В общем, это очень, конечно, была такая не совсем корректная реакция на очень уважительное обращение с моей стороны, я никак не то, что не хамил, никак даже не задел его какое-то там самолюбие, тщеславие, я очень корректно, уважительно к нему обратился. Но он, к сожалению, отреагировал так, как отреагировал. И, ну, по факту, на самом деле, конечно, не привел ничего в опровержение того, что мы указали. Сказал, что, типа, я не вижу разницы между суверенитетом и независимостью. Ну, я, вот, допустим, как Oxford Languages объясняет понятие суверенитет, это полная независимость государства, его внутренних делах и введение внешней политики. Я, может быть, для кого-то мнение, понимание Милова будет более авторитетней, ну, я не против, но в целом мы, конечно, наверное, придерживаемся каких-то общих принятых пониманий и суверенитет, он подразумевает, конечно же, независимость. Поэтому, ну, в целом, в общем, хотелось бы, конечно, чтобы все было не так. Я рассчитывал на какой-то корректный диалог, но, к сожалению, этого не получилось. И, ну, это лишь показывает слабость версии Милова и его проигрыш в этом баттле. Как бы там ни было, я в любом случае открыт для диалога, и моя цель была сделать поправку, показать аудитории Милова, что все было не так, как представил он. И мне удалось это сделать. Главный тезис Милова о том, что Чечня пошла не по тому пути, якобы все другие страны пошли по какому-то легитимному, правовому, мирному пути к своей независимости, а Чечня, она такая сходу взяла в руки оружие и каким-то бандитским способом там решила, значит, отделиться. Я этот тезис опроверг, доказав, что нет, Чечня как раз-таки пошла правовым, легитимным, самым, что ни на есть, мирным путем. У нас прошли выборы в Верховный Совет, затем этот Верховный Совет, легитимный орган власти, избранный народом, объявил суверенитет, и мы двигались к мирному расхождению с Россией. Но этого не произошло как раз-таки по вине России, потому что Россия не захотела нас отпустить. И далее уже там в комментариях у меня под моими публикациями есть очень много тем, связанных с этим, поэтому я попытаюсь некоторые из них разъяснить, ответить на них. Многие ссылаются на то, что якобы между Дудаевым и Верховным Советом было противостояние. Об этом пишет и сам Милов, он говорит, что вот, мол, он не знает о том, что там было противостояние между Верховным Советом, Чи СССР, пишет Милов, и при этом рекомендует нам, чеченцам, изучать историю. На момент противостояния с Джохаром Дудаевым не существовало уже такого государственного образования, как Чечено-Ингушская ССР, Автономная Советская Социалистическая Республика, уже не существовало. С момента провозглашения суверенитета уже была Чечено-Ингушская Республика. Все, такие слова, как автономная, советская, социалистическая, они были изъяты из названия. Уже не было. Был Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики. И вот самый важный момент, когда возникло противостояние между Джохаром Дудаевым, точнее ОКЧН в лице Джохара Дудаева и Верховным Советом в лице Завгаева. Это противостояние возникло как раз тогда, когда приехал Ельцин и сказал Завгаеву, спросил его, ты подпишешь федеративный договор? И Завгаев сказал, да, подпишу. И вот тогда, то есть пока Завгаев и Верховный Совет был на рельсах независимости, никаких разногласий не было между ОКЧН и Верховным Советом. Но как только Завгаев сошел с этих рельс, сказав, что да, я подпишу федеративный договор, вот в этот момент и начались разногласия. Тогда ОКЧН объявил, что они предают идею независимости и началось противостояние. А затем, когда произошел ГКЧП в Москве, Завгаев как раз на тот момент был в Москве, и он занял выжидательную позицию, выжидая, кто победит. Чтобы, если победит ГКЧП, присоединиться к ним. Если победит Ельцин, то, значит, под Ельцина. Надо еще тут понимать, что это ведь вопрос личностного характера. Надо смотреть, кем были вот эти люди, представлявшие тот или иной орган власти. И Верховный Совет представлял Завгаев, и такие же, как Завгаев, бывшие обкомовские и другие чиновники из Компартии. Поэтому этот человек, сущность которого, он не болел за то, чтобы привести республику или народ к независимости, к какому-то благополучию. Его волновало только сохранение личной власти. Поэтому он маневрировал. Когда он увидел, что народ в целом, они провели съезд и увидели, что народ хочет независимости, он эту идею поддержал и провозгласил суверенитет. Когда он увидел, что Ельцин ездит по всем республикам и там вроде бы все готовы будут заключать федеративный договор, Завгаев понимал, что заключив, подписав этот федеративный договор, он будет властью в Чечено-Ингушетии. Поэтому его этот вариант устраивал. Когда он видел, что есть противостояние между ГКЧП и Ельциным, ему было плевать. Он понимал, если победит ГКЧП и он их поддержит, он будет властью в Чечено-Ингушетии. Победит Ельцин тоже он будет властью. Поэтому он выжидал и был готов подбахнуть тем, кто победит. А Дудаев и чеченский народ в лице этого КЧН, им неинтересна была власть Завгаева, они не за власть переживали. Там была цель привести республику к независимости. Поэтому, разумеется, произошли те разногласия. И когда ГКЧП провалилось, то в Чечне также последовали дальнейшие события. И в общем, в конечном итоге Верховный Совет сам себя ликвидировал. И это тоже факт. И это вещи, которые Немелов никто не сможет опровергнуть, потому что это исторические факты. Также я хотел бы сделать разъяснение по поводу понятий суверенитета, автономии и так далее. Что такое вообще суверенитет и автономия? Какая у них вообще разница? Вот, допустим, вот это вот мой iPhone. У меня есть iPhone, у меня есть Apple Watch. Суверенитет моего iPhone распространяется на то, что установлено в моем iPhone и на все то, что установлено в моих Apple Watch. Это мой iPhone управляет и собой, и моим Apple Watch. То есть, этот аппарат в данном случае является суверенным, независимым, а мои Apple Watch являются автономными. У них есть определенная функция, которую они управляют сами, без того, чтобы спросить у моего iPhone. Как, например, оплата с помощью Apple Pay. На моих часах есть свой Apple Pay. Для этого мне не нужен iPhone. Я могу расплачиваться, просто нажав кнопкой на кассе, да, в супермаркете. Это автономно, то, что он может делать. Но он не может сам на себя ставить, мои Apple Watch не могут сами на себя ставить программы, сами удалять с себя программы. Мои Apple Watch не могут сами на себя накатывать обновления, там, откатывать обновления. Нет, это делает мой iPhone. Он управляет этими часами Apple Watch. Понимаете? Суверенитет моих Apple Watch распространяется на... Точнее, моего iPhone распространяется на мои Apple Watch. Но Apple Watch никак не может управлять моим iPhone. Вот это вот пример того. Вот в этом положении была Чечено-Ингушская СССР, а в этом положении был РСФСР. Вот в чем разница. А роль СССР выполнял Тим Кук и компания Apple, которая может по своей инициативе накатить мне на мой iPhone обновление, например. Может откатить. Или, допустим, которая может управлять моим iCloud. Допустим, да? Теперь смотрите. Разваливается СССР. То есть, что привело к развалу СССР? Мой iPhone объявляет суверенитет. И говорит все. Больше мне никаких обновлений от Тима Кука не нужно. То есть, от Apple. Я больше не хочу ничего сюда от них получать. Я сам буду на себя через интернет что-нибудь себе ставить. Если надо, удалять. Сам себя буду обновлять. Больше мне вы не нужны. Вот это вот суверенитет, который объявил мой iPhone. То есть, РСФСР объявляет этот суверенитет. Далее. Мои Apple Watch говорят то же самое. Они говорят все. Отныне мы не хотим больше быть автономным устройством этого iPhone. Мы теперь сами хотим устанавливать на себя программы, удалять, накатывать обновления, откатывать и так далее. И мы теперь больше не автономное устройство iPhone, а мы теперь суверенные часы Apple Watch. Вот это сделала Чечено-Ингушская ССР и превратилась в Чечено-Ингушскую республику. Вот в чем разница. И когда люди пытаются жонглировать терминами, говоря, что провозглашение суверенитета еще не означало независимость якобы, интересно, как вы объясняете то, что потом президент вот этой республики, Ельцин, приезжает сюда и говорит, вы подпишите федеративный договор? Зачем подписывать федеративный договор, если мы и так являемся частью этого государственного образования, по вашей логике? Вы ведь говорите, что суверенитет не означает независимость. Значит, ничего не изменилось. Мы и так являемся частью этой страны, по вашей логике. Тогда зачем президент этой страны приезжает и требует от нас подписать федеративный договор? И почему неподписание этого федеративного договора в итоге приводит нас к двум войнам кровопролитным? Мы ведь не подписали его. И это привело нас к войне. На тот момент было всего две республики, которые не подписали федеративный договор. Это был Татарстан и Чечня. И когда Чечня стала воевать, Татарстан подписал федеративный договор. Так, все остальные республики, там бывает такой тоже довод, что, мол, все тогда объявляли суверенитет. Это же не значит, что они все вышли из состава. Как раз таки значит, объявив суверенитет, они все тогда вышли из состава РСФСР. А затем, подписав федеративный договор, вошли в состав Российской Федерации. Да, именно это это и значит. А Чечня вышла из состава РСФСР и не вошла ни в состав РСФСР больше, точнее в состав России, ни в состав СССР больше не входила. Вот, что мы хотели объяснить и объяснили Милову, но он, к сожалению, как-то отреагировал не очень корректно. Ну, что поделаешь. Хозяин, как говорится, барин. Я в любом случае опускаться на такой уровень оскорблений и хамства не буду. Я предпочитаю какой-то конструктивный, уважительный, нормальный диалог. Хан, Милов, мне 82 года, и как ты, с 1979 года рождения, можешь что-то рассуждать о Сталине, при котором не родился еще? Так вот, я тебе говорю о времени, в котором жил. Не было никаких гулагов и репрессий. Это троллинг Милова, так как Милов, к сожалению, как-то неадекватно нам ответил. Сослался на год рождения, что я, мол, молодой. Потом, в общем, по сути, человек оказался абсолютно незнакомый с нашей историей. Он некомпетентен совершенно. Ему реально нужно подтянуть матчасть по хотя бы периоду с 90-го до 94-го года в Чечне. Он, может быть, понимает, что происходило в России, но он абсолютно не ориентируется в том, что происходило в Чечне. Поэтому далее, я думаю, с ним разговаривать никакого смысла и нет. Я был как бы лучшего мнения о его компетентности, но я ошибся. К сожалению, он некомпетентен. Ему нужно немножко изучить этот вопрос. Он очень оскорбился, когда я сказал про то, что он мог бы просто загуглить, что стоило просто загуглить информацию. И я здесь признаю, я ошибся. Здесь нужно не гуглить. Там нужно конкретно сесть и изучать. То есть там конкретная некомпетентность. И ее просто гуглением не исправишь. Там нужно немножко уделить время историческим событиям. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»